Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. С вами Харча Биджиев. Какая работа проведена в Общественной палате Карачева-Черкесии за прошлый год? О деятельности общественной организации говорили в Черкесске. Кто по признанию жюри стал лучшим учителем в 2022 году, в республиканской столице подвели итоги конкурса среди преподавателей 12 муниципалитетов. Закончился один из священных для мусульман месяцев Рамазан, в честь окончания уразы в Джигуте устроили праздники для детей. Какой контроль осуществлялся во время работы Общественной палаты? Какие эксперты награждены благодарственными грамотами от президента России? И каких целей они добились? А также избрание нового председателя комиссии. Общественной палате провели итоговое пленарное заседание за прошедший 2021 год. Подробнее в нашем репортаже. За последний год Общественная палата достигла немалых успехов. Это подготовка 502 экспертов-наблюдателей для выборов в Государственную думу. Контроль за реализацией национальных проектов в разных областях. Это не только проекты в медицине, образовании, строительстве дорог и ЖКХ, но и контроль качества питания. Ведь общественники видят те недостатки, которые не смогут заметить другие. Заседание по итогам работы Общественной палаты 4-го созыва началось с доклада председателя Общественной палаты Елены Лешовой. А после утверждения ежегодного доклада четверо экспертов-наблюдателей и деятелей палаты были вознаграждены грамотами президента России. Таким образом, деятельность Общественной палаты Карачаевой Черкесии признали на высоком уровне. Ведь ее наблюдатели были независимы, следя за ходом выборов в Государственную думу. Общественная палата – это не только общественные наблюдатели. Это общественная деятельность. Это в первую очередь общественный контроль. И я хочу сказать, что наш общественный контроль, несмотря на то, что мы все-таки общественники, он проходит честно, он проходит объективно. То есть многое было сделано, но еще и у нас нацелены мы, конечно, продолжать активную работу и не снижать темпы работы, оставшуюся в 2022 году и на 2023 год. Присутствующие на заседании прошлись по ряду рекомендаций. Одной из которых – это утвердить директор Института прикладной математики информационных технологий Джамала Тибуева на пост председателя комиссии по развитию высшего, дошкольного и среднего образования Общественной палаты Карачаевой Черкесии 4-го созыва. А также продолжит работу, направленную на активное взаимодействие с органами власти, общественными организациями, населением республики в целях эффективного социально-экономического развития. Меня так воспитали, именно воспитали в плане того, что мы должны принимать участие, всячески оказывать содействие. Больший отпечаток, наверное, оставил студенческая жизнь. Именно в студенческое время я приобщился к общественной работе, к благотворительности. И общественная палата стала именно тем институтом, той площадкой, где я смог реализовываться дальше. 2021 год показал, что новые вызовы активизируют гражданское общество. Дискуссии и обсуждения социально значимых вопросов, совместные преодоления проблем – характерная особенность дальнейшего развития гражданского общества в регионе. И подводя итоги уходящего года, палата смотрит будущее, ищет новые форматы поддержки и позитивной гражданской активности. Харчабиджиев, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Черкесский на базе Республиканского института повышения квалификации работников образования завершился региональный этап всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2022». В финал регионального этапа вошли представители 12 муниципалитетов. Все они уже признаны лучшими в своих городах и районах. Но, как известно, в любых соревнованиях победитель должен быть только один. Ахмад Халкечев продолжит. На протяжении всей недели, предстоящей региональному этапу, все участники проводили практические уроки в общеобразовательных учреждениях республиканской столицы. Педагоги из разных муниципалитетов погружались в незнакомую среду с незнакомыми для них учащимися. Все конкурсанты показали очень интересные методики, которые я уверена, что буду использовать и в дальнейшем на своей практике и показывать своим ученикам. Своё профессиональное мастерство участники демонстрируют весьма искусно. Каждый выход – целое театрализованное действие. Республиканский уровень конкурса проходит в три этапа. Первое испытание называется «Методическая мастерская». Второе – конкурсный урок. А в завершении – мастер-класс. Для нас данный конкурс, прежде всего, это индикатор системы образования, потому что мы здесь видим лучшие педагогические практики и лучший педагогический опыт, который транслируют для нас лучшие педагоги и которые стараются воплотить в жизнь те педагоги, которые работают в сфере образования. Поэтому для нас, для педагогической общественности, это особый конкурс, на который мы равняемся, который мы ждём с нетерпением ежегодно. По итогам конкурсных испытаний победителем стала Лариса Матунова, учитель начальных классов 19-й гимназии Черкеска. Второе место у Гориславы Надёновой, учителя истории и общества знания школы номер один Станицы Желенчукская. И замыкает тройку лидеров Лилия Хапаева, учитель русского языка и литературы из посёлка Правокубанский Карачаевского района. Каждый такой конкурс даёт толчок в профессиональном развитии учителя. Ведь от учителя зависит будущее нашей страны. И такие конкурсы позволяют достигать новых высот профессионального мастерства нашим педагогам. Ну а зрительские сердца покорил физрук общеобразовательной школы номер 9 села Джагамала Крачевского района Курмамбибайрамуков. Победители и призёры регионального этапа, помимо всего общего признания, получают ещё и ощутимую денежную премию от главы Карачаева-Черкесии и Минобурнауки Республики. Ахмат Халкесчев, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. В середине апреля мы рассказывали, что жилые дома ряда микрорайонов КЧеркеска радио-телесигналы стали поступать с некоторыми сбоями. Пытаясь выяснить причину невозможности смотреть и слушать любимые программы с 9 до 17 часов, люди звонили, в том числе и к нам в редакцию. Тогда представители филиала РТПЦ Карачаева-Черкесской республики объяснили временные неудобства для телезрителей и радиослушателей ремонтом архитектурно-художественной подсветки, антенна мачтового сооружения. Однако к началу мая все проблемы были устранены. И теперь узнаваемая жителями нашего региона телевышка еще ярче засветилась цветами триколора и флага Карачаева-Черкесии. Была проведена комплексная реконструкция и модернизация существующей архитектурной подсветки. Заменено оборудование на более модифицированное, что позволит в полной мере раскрыть весь потенциал этого сооружения. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить жителей города, которые отнеслись с пониманием к этим мероприятиям. И надеемся, что результат того стоил. Сладкие угощения, увлекательные конкурсы и не только. На территории центральной мечети Ужжигуты прошел праздник, организованный для детей в честь Ураза Байрам. В ходе мероприятия благодарственными письмами были отмечены активными прихожане мечети. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Детский смех украсил территорию центральной мечети Ужжигуты. Ураза Байрам является ярким праздником, где каждый верующий мусульман дарит друг другу доброту и радость. Особенно важно прививать любовь к Ураза Байрам с самого детства. Поздравил всех прихожан мечети новый кадет духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Мурадби Хаджи Лайпанов. Я бы полномочен достаточным мусульманом Хаджи Бердиевым сегодня всех вас сердечно и от души поздравить с окончанием благословенного святого месяца, месяца Рамадан и пожелать его, и ровно как и вы, свои наилучшие пожелания мира, счастья, благополучия, просветания всем вам и каждому в отдельности. После чего он вручил грамотат муфтия Карачаева Черкесии Смейла Хаджи Бердиева, организатором праздника за активное участие в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей. Такие праздники укрепляют дружеские отношения между людьми и приносят радость в каждый дом, отмечает имам центральной мечети Ужжигуты Азамат Кушетеров. Сегодня мы это мероприятие перерочили к Ураза Байрам. Так как это праздник мусульман, мы хотели, чтобы показать всей республике, что это праздник. Постарались сделать вот такие батуты. Сейчас будут еще состязания детям. Помимо развлекательных аттракционов для детей были проведены состязания. Она дома? По словам организаторов, сегодня каждый ребенок уйдет с подарком, получив наслаждение от атмосферы праздника Ураза Байрам. А финалом мероприятия стал праздничный салют. Алихалип Шоков, Алиб Астана, Вести Карачаева, Черкесия, Ужжигута. Карачаевский Центр культурного развития имени Кайсына Кулиева прошел первый международный конкурс «Сказочный Домбай». Юные дарования показали свои таланты в песнях и танцах. О том, кто стал обладателем гран-при, узнаете из нашего репортажа. Детские фестивали – необходимая ступень в развитии творческого ребенка. Первый международный конкурс «Сказочный Домбай» – это удивительное, знаменательное и зажигательное мероприятие, прошедшее в Центре культурного развития имени Кайсына Кулиева в Карачаевске. В программе участвовали вокально-хореографические ансамбли и солисты со всей республики. Конкурс проводится в целях выявления одаренных детей, молодежи и лучших творческих коллективов, а также для создания условий поддержки многонационального юношеского творчества, обмена опытом, повышение профессионального мастерства, знакомство с культурой, искусством и традициями народов России, обмена опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках фестивального движения, сохранение и развитие национальных культур, реализация нового репертуара для солистов и творческих коллективов. Горды, моя гордость, ты отрада для меня, не предал тебя другим я, честь несём мы сквозь гордва. Членами жюри выступили известные деятели культуры и искусства, профессиональные режиссёры, профессора, независимые эксперты, доценты и преподаватели среднепрофессиональных и высших учебных заведений России, СНГ и стран Европы. Меня спросили, нужны ли вот, сколько здесь детей собралось, вот это самое, как они друг друга узнают, друг другу подражают. Это почаще надо проводить, вот такие мероприятия, чтобы людей сближать. Исполнительное мастерство участников оценивается в каждом жанре, номинации и возрастной группе. Участников наградили дипломами обладателя лауреата 1, 2, 3 степеней, а также жюри присудили диплом гран-при конкурса, обладатель которого получает право на скидку и участие в московском международном конкурсе творческого объединения «Сияние». В итоге их семь творческих групп республики. Карча Биджиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. На этом субботний выпуск «Вести» подошёл к концу. Приятных вам праздничных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы с вами! Спасибо! Лови! 91,2 – наша волна